Несокрушимый и это самая точная характеристика Семёна Коновалова В июле 1942 года танк Коновалова был подбит, его останки нашли разведчики, а матери танкиста отослали похоронку Однако через несколько дней живой красноармеец вместе с двумя своими товарищами появился на трофейном танке Довоенная биография Семёна Васильевича Коновалова довольно коротка Как указано в сборнике «Герои Советского Союза» Татарское книжное издательство, 1984 год, Коновалов родился в 1920 году в селе Ембулатова Верхне Услонского района Татарской Асср Несмотря на то, что по национальности Семён был чувашом и окончил чувашскую школу, он хорошо владел русским языком Интересно, что ещё в школьные годы будущий герой начал работать, трудился письмоносцем на почте А в 1939 году Коновалов был призван в ряды Красной Армии В 1941 году он завершил учёбу в Куйбышевском пехотном военном училище, после чего сразу оказался на фронте Война для Семёна Коновалова, командира танка, началась с первых боёв в Прибалтике В конце лета того же 1941 года он был серьёзно ранен и отправлен в тыл для лечения, в Вологодский госпиталь После того, как Коновалов поправился, его направили в Архангельск Там молодой танкист служил инструктором, готовил красноармейцев к выполнению боевых задач Однако сам Семён не оставлял надежды снова оказаться на передовой Он не раз просил вернуть его на фронт В конце концов, весной 1942 года просьбы лейтенанта Коновалова были услышаны командованием И тот был назначен командиром взвода тяжёлых танковков Уже летом того же 1942 года встал вопрос о награждении Семёна Коновалова за подвиг, правда, посмертно Если верить Михаилу Борятискому, автору книги «Танковые асы Второй мировой», 13 июля в Ростовской области Коновалов вместе с другими членами экипажа Кв подбил 16 немецких танков, а также два бронеавтомобиля и 8 машин с солдатами Впрочем, Борятинский считает, что результат Коновалова следовало бы увеличить ещё на один вражеский танк, которым завладели советские танкисты Дело в том, что в ходе сражения боевая машина Семёна Коновалова тоже пострадала Танк объяло пламя, но троим товарищам, Коновалову, наводчику Дементьеву и механику Серебрякову, удалось выбраться наружу через нижний люк Коновалов, Дементьев и Серебряков, прихватив с собой танковый пулемёт, попытались выйти из окружения Через несколько суток красноармейцы наткнулись на танк Т-3, члены экипажа которого отдыхали, купаясь в озере Как пишет Андрей Григорьев в своей книге «Триста подвигов Великой войны 1941 по 1945 годы», советские танкисты мастерски обезвредили вражеских солдат и завладели боевой машиной Именно на немецком танке Семён Коновалов вместе со своими сослуживцами прибыл в расположение наших войск Изобразив на корпусе звезду, Коновалов, которого уже похоронили, ещё больше месяца сражался на трофейной машине Семёна Коновалова действительно похоронили официально Как утверждает автор издания «Тарасовский район» в годы Великой Отечественной войны, Геннадий Коваленко, 14 июля 1942 года на место боя были отправлены разведчики-мотоциклисты Неизвестно, как они опознали останки Коновалова и Серебрякова, но, согласно донесению, оба танкиста якобы были похоронены на хуторе Каюков Матери Коновалова отправили похоронку Поэтому неудивительно, что, когда Семён постучался в очий дом, прибыв в отпуск, женщина приняла это за неудачную шутку и чуть не прогнала сына А между тем танкист приезжал для того, чтобы поделиться с матерью радостной новостью Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года Ему было присвоено звание Героя Советского Союза Семён Коновалов вернулся домой и во второй раз Он прошёл всю войну, закончив свой боевой путь в Германии В 1950-х годах Семён Васильевич вернулся и в армию Как указано в татарской энциклопедии «Мансура Хасанова», в 1952 году он окончил Ленинградскую высшую бронетанковую школу Правда, вскоре в звании подполковника Коновалов был уволен из вооружённых сил После этого он несколько лет отработал на казанском заводе «Эвэм» Но о новых компьютерных технологиях и даже о развале Советского Союза Герою узнать было не суждено Семён Васильевич Коновалов скончался в 1989 году в возрасте 68 лет Продолжение следует... Продолжение следует...